Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сделать сегодня для вас расклад, который я предложила Валериса. Называется он «Страх успеха». Посмотрим с вами, откуда этот страх, для чего он и что с ним делать. Позиции вы видите перед собой. Дополнительно у меня здесь оракул называется «Карта успеха» Чака Спицано. Обзор на него есть, я делала недавно. Кто не смотрел, переходите на главную страничку, в раздел плейлистов. Есть отдельный плейлист, который называется «Обзор моих колод», и можете посмотреть. А мы с вами, давайте приступим. Тайм-коды есть в описании, либо наводите курсор на воспроизводитель. И там есть вот эти вот главы, где можно понять, какая позиция. Так, первая, вторая, третья, голубой, красный, зеленый. Мы с вами приступаем. Позиция номер один. Страх успеха. У нас конкретный страх. Откуда у вас этот страх? Давайте, значит, нет, я хочу по-другому. Я хочу еще посмотреть, чего именно вы боитесь. Страх успеха. А вот конкретно, чего именно вы боитесь? Чего именно вы боитесь? Вот было сразу две карты. Ту-спинтакли и король мечей. Чего именно вы боитесь? Ну, здесь в прямом смысле успех переводится как некая такая возможность, да, по ту же пендакли, как шанс. Мне кажется, что вы здесь больше даже боитесь не столь признания. Хотя по королю мечей здесь может быть страх, знаете, какой-то вот критики, может. Но еще здесь, помимо критики, здесь есть... Здесь еще чувствуется какая-то, вот знаете, дистанция. Либо вы боитесь в страхе успеха, да, что вот у вас как будто бы не будет своих каких-то границ, собственно. То есть здесь вот идет вопрос именно границ. То есть какого-то расстояния между вами и вашим успехом, либо людьми. То есть здесь может быть даже какое-то нарушение границ, что вот, знаете, в вашей жизни она как-то изменится. И вот кто-то как будто бы будет посягать на ваши границы, да. То есть вы уже не сможете быть, хочется сказать, таким вот свободным, как будто бы, да, человеком. То есть вот, я не знаю, к примеру, вы стали известным в достаточных кругах, люди вас узнают. И вот как будто бы, знаете, вот, ну вот как у знаменитости, да, у них вся жизнь их на... как на ладошке. Неважно, осознанно они это делают, либо фотографы и папарацци за ними гоняются, и вот все это вытаскивают наружу. То есть здесь вот такое ощущение, что как будто бы что-то ваше личное, интимное вы не сможете скрывать. И вот люди, они как будто бы будут ваши вот эти вот границы переступать, посягать как-то на ваши границы. То есть вы вынуждены, знаете, вот как будто бы, ну, ничего личного у вас потом как будто бы не будет, да. Потому что, может быть, люди будут задавать какие-то вопросы, на которые вам будет неловко отвечать. Либо вы вынуждены будете что-то показывать. То есть вот здесь вопрос границ, это один момент. И второй момент, вот здесь с финансами как-то связано. То есть вот ощущение того, что, я бы сказала, даже вы не столько с этой славой, успеха какого-то боитесь, сколько вот именно финансов. Финансов, возможно, большую сумму, большую сумму денег боитесь. То есть, в чем это? Дальнейшего какого-то пути. То есть, понимаете, здесь вы не самого этого пика боитесь, а что будет разворачиваться потом. Какие-то вот последствия по тройке жестов. Как-то дальнейший ваш путь, каким он будет. Потому что здесь башня и суд выпадает. Здесь ваши последствия, они потом, знаете, как... Здесь очень многое вам в своей жизни потом придется изменить. И вот, возможно, вот этих изменений, перемен вы не хотите. Вам вообще ставить точку достаточно сложно. Здесь, знаете, как может быть, у вас есть какая-то вот жизнь, уже устаканившаяся. Вам понятная. И, в принципе, вы можете мечтать о каком-то успехе, о своих каких-то достижениях. Но вы лишь мечтаете и ничего не будете делать. Почему? Потому что вы можете достигнуть, и вы этого знаете, то, что вы хотите. Но после этого ваша жизнь уже не будет такой, как прежде. Произойдут изменения. А вы этих изменений не хотите. Вам, потому что сложно ставить точку на прошлое. Вот что-то менять. Это для вас очень некомфортно, неприятно. Здесь вот сложность с этим будет. И дальше вам нужно будет как-то, знаете, определяться как-то со своим выбором. Что-то менять. Почему? Потому что, вот хочется сказать, чем больше успех, да, чем больше удача, тем больше вы будете, знаете, как будто бы в себе замечать какие-то ваши несовершенства. И вот с этим вам нужно будет в дальнейшем потом как-то работать. А вы этого не очень хотите. То есть у вас есть вот эта вот жизнь, о которой я говорю, она вас устраивает. И вот что-то менять здесь не очень-то хочется. Что я имею в виду, когда говорю, потом надо будет работать над собой. Ну, например, вам так комфортно в том окружении, в котором вы находитесь. А тут у вас есть, значит, тот успех, та сумма денег, например, кто хочет большую сумму денег. И вы как будто бы, ну, вынуждены будете сделать какой-то выбор, да, как вам дальше действовать, что вам делать. И тут вы поймете, что, я не знаю, может быть, у вас не все хорошо с коммуникацией, да, может быть, вам нужно быть как-то вот вежливой, либо больше общаться с другими людьми. Ну, я не знаю, например, больше заказов. Вот, больше заказов, больше людей. Больше людей – это разные характеры. Каждому нужно найти свой подход. Вот, а это вызывает у вас дискомфорт. То есть вам проще, когда люди, например, под вас подделываются, чем вы по-другому. То есть вот здесь вот какие-то такие перемены. И поэтому здесь вот вы не очень-то и хотите, я бы так сказала, этого успеха. Поэтому я и сказала, что вы мечтаете, нежели больше что-то будете делать. Вам не очень хочется себя менять, понимаете? То есть если бы можно было остаться таким человеком, каким вы есть сейчас при тех составляющих, но и при этом получить тот успех, о котором вы мечтаете, то да, тогда бы вы согласились. А тут вот это вот, понимаете, король мечей, он все равно держит какую-то дистанцию. Так или иначе, вам нужно будет поменяться. Откуда у вас этот страх? Влюбленный и десятка пендаклей. Ну, вот этот страх у вас, он идет из семьи. Влюбленный о чем? Здесь, знаете, что может быть? Тот момент, что вот как-то в дальнейшем, либо вас, не знаю, как-то, может быть, обрубали в детстве какую-то вашу инициативу дальше двигаться. Либо вот как будто бы вас не очень верили. Здесь вопрос именно определения, правильно сделать выбор. Вот именно ключевое слово не выбор, а ключевое слово правильно. Как сделать так, чтобы двигаться в правильном направлении? Может быть, в детстве как-то, я не знаю, то ли вас критиковали за ваш выбор, то ли его не поддерживали. То есть вот здесь вот эти вот моменты, это связано с какой-то вот психотравмой в плане несправедливости. То ли к вам поступали по отношению к вам как-то несправедливо, знаете, это вот когда вы маленький ребенок, да, чего-то там, ну, достигли, хочется сказать, да, как маленький ребенок. Что-то у вас получилось, и вот вы как будто бы ждали некое такое одобрение, поддержку, да, чтобы вас, ну, мотивировали на дальнейшее движение. А здесь получается так, что вот как будто бы не, вы этого не получали, да, то есть не получили вот по заслугам именно одобрения. Здесь ключевое слово по заслугам. То есть вот вас как будто бы не оценили, и вот у вас остался вот этот вот страх, что, а вдруг я сделаю неправильно, что-то сделаю неправильно, вот эта вот проекция, да, из детства, и меня потом поругают. Вот, и поэтому я не хочу, лучше я вообще не буду ничего делать, да, поэтому мы не хотим меняться, чем что-то сделать и потом получить вот какой-то, нагонять, да, какое-то наказание. Вот здесь что-то такое. Для чего, для чего вам дан этот страх? Так, я просто думаю, как бы взять. Давайте я на светлом посмотрю, на светлых историях. Для чего вам дан этот страх успеха? Для чего вам дан страх успеха? Рай на земле. Победа. Ну, здесь вам очень важно научиться как раз-таки в этом страхе, да, себя преодолевать. Здесь знаете, что получается? Вот из-за того, что есть вот этот вот страх, которым я уже озвучила, да, то есть в чем его причина? Не сам страх успеха, а вот именно в чем его причина? Чтобы вы научились преодолевать. Здесь, знаете, как получается? Из-за того, что вы не хотите вот в себе изменить вот это вот ваше, устаканившийся ваш образ жизни, он настолько вот в нем адаптировались, да, что проблема здесь заключается в том, что вы себя именно ограничиваете свои возможности. То есть здесь как будто бы, знаете, вы можете достичь действительно очень многого по карте рай на земле. Вы можете достичь, ну, больших высот, а вы себя их ограничиваете. Вот здесь как будто бы, знаете, ваша задача научиться преодолевать вот эта вот победа, ставить специально высокие цели для себя и достигать их. Вы это можете, но вот как будто бы нету мотивации это сделать. И вы это прекрасно знаете, что вот вы, ну, у вас есть этот потенциал, у вас есть необходимые вам ресурсы. Но вот вам как будто бы надо этот страх только преодолеть. Вы очень много себя ограничиваете. И ограничиваете именно вот в контексте каких-то своих достижений, каких-то побед. Не могу я понять, для чего вы это делаете, да. Вот, ну, посмотрели мы это, да, для чего? Для того, что не хотите поменять. Вы не хотите, ну, трудностей, да. Возможно, в жизни было очень много трудностей, сложностей. Не хотите дополнительных каких-то обязательств. Вот что есть в этом? Понимаете, я вас ощущаю человеком таким достаточно обязательно. И здесь вот, скорее всего, вот эта вот усталость, что да, я уже устал от всех этих обязательств, которые беру на себя, да. Хочется уже по жизни идти намного проще. И вот, чтобы не было вот этого груза, да, то есть вам хочется некой такой легкости. Чтобы не было этого груза, вы как будто бы, ну, вам проще отказаться от благ, чем как-то, ну, усложнять себе жизнь. Но вот здесь вот в этом есть иллюзорность, да, что будет сложно. В чем здесь эта иллюзия? А, ну, вот ваших эмоций. Смотрите здесь как. Вы заранее себя программируете на некий такой момент, что вот я, допустим, для того, чтобы не достигнуть успеха, мне нужно совершить какие-то шаги. На этом пути я буду сталкиваться с людьми. И вот именно неумение коммуницировать с людьми, неумение, знаете, вот как-то договариваться, встречаться с людьми, здесь не то, что у вас есть проблема общения. Здесь у вас есть, наоборот, момент, знаете чего, избегание каких-то недоговоренностей и несогласий. То есть вы понимаете, ну, например, так, вам придут клиенты, у одного человека один характер, у другой другого. Вот с тем, с которым вы на одной волне, вам хорошо, вам просто общаться, но не все такие, да, то есть есть люди, с которыми, ну, у вас есть какие-то отличные взгляды, да, вот. И вы понимаете этого человека, да, что вот у него может быть другая точка зрения. А человек, вот, как будто бы, знаете, ну, иногда есть такие люди, которые хотят доказать свою праведность, да, что вот, нет, вот это вот так, ты посмотри, ты послушай. Это просто, и вот это вот, знаете, не то, чтобы это назойливость, а вот это вот другая точка зрения, она вам, ну, не нравится. И вы не хотите конфликтовать с этим человеком, вам проще уйти. Но когда вы уходите, вы как будто бы себя, знаете, лишаете возможности, что если вот вы остались и договорились, да, как-то пошли где-то на уступки. Здесь такая у вас модель, вот вы смотрите на человека, понимаете, и вы его видите насквозь. Вы видите характер этого человека, допустим, ну, там, я не знаю, человек немножечко инфантильный, но от этого он не становится плохим. И в принципе, да, вы могли бы, допустим, продать ему какой-то свой продукт, но для этого вам нужно приложить намного больше усилий для того, чтобы ему что-то объяснить, потому что человек не понимает, у него будет куча вопросов, куча сомнений. То есть это, вы знаете, вот как это, работа с какими-то, ну, я не знаю, обычно менеджеры по продажам, да, там, отвечают за какие-то такие сложные ситуации, да, когда сложный клиент, вот, либо он, у него какие-то претензии, и всегда приходит человек, который решает эти задачи. И вот вы вот такие вот ситуации, да, вы предполагаете, что они будут, вы еще не знаете, вы предполагаете, и вам с этим некомфортно. И вот такой формат избегания, вы как будто бы избегаете в будущем вот таких ситуаций, то есть еще раз скажу, вы еще не знаете, будут они или нет. Но у вас есть некое такое предположение, и возможно оно и верное. Но вот вы, чтобы вот этого всего не было, вы отказываетесь, и тем самым вы себя лишаете. И проблема даже не в том, что вам сложно как-то договориться, здесь проблема именно в эмоциях, вот этих переживаниях. Что возможно вам где-то надо быть резким, да, это вам тоже невриятно. Возможно, я не знаю, где-то надо промолчать, дослушать человека до конца, а он такой нудный, и вот одно и то же, и прервать его как будто бы не получается, потому что в этом есть ваша выгода, вы хотите что-то продать свое. И вот эти вот эмоции, да, неумение справляться с эмоциями, то есть ваша проблема в эмоциональном плане. Не в том, что как-то вот даже вы не сможете что-то сказать, а вот именно в ваших эмоциях вам сложно, вам сложно, когда вас грузят чужими какими-то переживаниями, волнениями. Ну, просто человек пришел, да, и высказал что-то свое, и вот в контексте вашей работы, это, например, часть этой работы. И вам от этого становится тяжело, потому что вы не умеете справляться со своими эмоциями. Вот в чем здесь саквозка. Именно в эмоциональном плане, и вот, знаете, иногда сложно сказать нет. Почему? Потому что вот воспитание, потому что, я не знаю, ну, культура, может быть, отрезать как-то, да, как-то вот вы понимаете, вы с пониманием к людям относитесь. Я еще раз скажу, потому что вы их как будто бы видите насквозь. Вы понимаете, почему человек с вами так разговаривает, вы понимаете, почему он к вам именно обратился. То есть у вас очень много понимания по отношению к другим людям, а у людей такого нет. И вот это вот вызывает такой, знаете, диссонанс, ну, типа, я же тебя понимаю, да, почему ты не можешь там промолчать, либо как-то самостоятельно что-то сделать. Почему вот мне приходится тебе разъяснять что-то, да, объяснять. Неужели ты самостоятельно не можешь? Вот здесь вот, вот эти вот моменты, вот это вот вам тяжесть идет по десятке жезлов. Вот здесь с этим связан. Хорошо, что вам с этим делать? Что вам с этим делать? Двойка кубков. И вот опять шестерка жезлов, да, победите. Смотрите, вам нужно, для того, чтобы дальше двигаться, вам нужно найти какую-то внутреннюю опору, именно баланс. Здесь у нас умеренность тоже выходила, двойка кубков и умеренность. Но про некий внутренний баланс, когда мы научаемся управлять своими эмоциями. Вам нужно настолько хорошо изучить самостоятельность себя, чтобы прийти вот в какое-то, знаете, такое внутреннее ваше состояние, когда никакие факторы внешние не будут влиять на вас. То есть вам вот такой вот уровень, вы на это способны. Поэтому я вам и говорю. То есть здесь нужно, здесь не научиться управлять своими эмоциями, а здесь нужно стать таким, знаете, непоколебимым человеком, который, невзирая вот на какие-то внешние факторы, да, будет оставаться вот именно в своем таком, ну, спокойном, да, уравновешенном состоянии. То есть, да, поговорили с каким-то человеком. Знаете, здесь вот ощущение, вот эти вот границы, которые вы хотите, вам их нужно научиться соблюдать. То есть вот найти такую опору, это здесь работа с самим собой по двойкой кубков. Найти вот такую гармонию, такую опору внутри себя, что, знаете, когда человека вызывают на какие-то эмоции, да, то есть вы на что-то среагировали, там произошло какое-то раздражение, либо какая-то неприятная ситуация, вы проэмоционировали. Вот здесь, в этом моменте, да, это будет считываться как некая ваша внутренняя слабость. Вот для того, чтобы стать действительно сильным духом человеком, а вы хотите стать таким, вам нужно стать как раз-таки человеком, который не реагирует, по крайней мере, в профессиональной сфере, здесь вот про это речь идет, не реагирует ни на какие-то внешние факторы, да, например, там человек кричит, либо у человека какие-то претензии, либо какая-то сложная ситуация. Здесь нужно научиться стать таким, знаете, вот холоднокровным, и именно королем мечей. Вы можете это сделать, но почему-то, знаете, вы, возможно, это делаете именно в личной сфере, да, в ваших взаимоотношениях. Вот в профессиональной у вас как будто бы не получается, здесь перемена какая-то, да, вам, наоборот, надо эти позиции поменять. То есть в личной жизни вы можете стать таким холоднокровным, да, человеком, который, ну вот, никак не реагирует, такой покер-фейс, а в профессиональной нет. То есть здесь надо пересмотреть ваше отношение как раз-таки вообще к ситуации. Почему вы вообще включаетесь, да? Почему вы включаетесь в этих людей, неважно, там, клиенты, либо ситуация. То есть для чего вы это делаете? Вот для чего вы делаете? Давайте я посмотрю, мне просто интересно, для чего вы это делаете? Тройка кубков, четверка кубков. Знаете, здесь ваше желание внутреннее, да, быть, как будто вы знаете, я свой, я свой. Вот вы включаетесь для того, чтобы другой человек чувствовал комфортнее себя с вами. Вот эти вот момент какого-то доверия, да, чтобы вот он вам доверился. Вам кажется, что вот если вы будете с пониманием, с уважением, то как-то люди проникнутся к вам, и они к вам тоже так же будут относиться. Потом, знаете, вот это вот желание угодить с хорошей точки зрения, да, чтобы там клиент остался довольным, и чтобы вот как-то помочь. Включаетесь для других людей, но при этом вы включаетесь с точки зрения именно себя, ваших взглядов. Другой человек, у него другое вообще миро восприятие, он по-другому смотрит на ситуацию. А вам кажется, что он смотрит на ситуацию так же, как и вы. То есть если я к нему буду с уважением, то и человек ко мне будет. А когда вы не получаете то, что вы хотите, да, вот этой вот взаимности, вы начинаете как раз-таки переживать. А здесь вам не надо, понимаете, вот в профессиональной сфере, вам не надо, независимо от того, что, каким делом вы занимаетесь, да, вы можете быть воспитанным человеком, да, с уважением, но включаться эмоционально в человека не надо. Вот в чем проблема. А у вас здесь вот это вот желание, знаете, признание, вот этот вот аркан справедливости, да, что надо вот именно, ну, как-то выслужиться. Здесь негативный аспект идет, не позитивный, что, да, клиент должен уйти удовлетворенным, но для этого вы просто можете быть вежливым человеком. Вам не надо как-то, знаете, вот сопереживать, включать вот эту эмпатию. Вот этого делать не надо, это лишнее. Будьте в некой степени формальным, но при этом культурным, воспитанным, вежливым человеком, да. Не надо вам открываться. Вот эта вот тройка кубка, ваше желание, да, как-то вот, ну, по-дружески, то есть работа это работа, дружба это дружба. Учитесь разделять. Личное отношение, это личное отношение. Потому что вы так не достигнете, у вас очень огромный потенциал, вы можете и больше зарабатывать, и быть, ну, более успешными в своей сфере, в своем деле. А вы вот сами себя блокируете только вот из-за эмоций, с которыми вам сложно самостоятельно справиться потом. Ну, вот так. Такая первая позиция получилась. Так, и мы с вами переходим к позиции номер два, к красненьковому камешку. Двоечки смотрим. Сначала, чего именно, да, вы боитесь в этом страхе успеха? Так, верховная жрица и пятерка кубков. Здесь вы боитесь каких-то разочарований, разочарований и переживаний. В плане чего? В плане того, что вот возможно у вас недостаточно знаний. Возможно вы недостаточно глубоко, как будто бы владеете той или иной темой. Что у вас, как будто, вы знаете, не получается вот сконцентрироваться на чем-то, да, потому что вот здесь есть какие-то сомнения, да, и из-за этого у вас происходит переживание. Вы как будто бы внутри себя не можете договориться. Всегда есть одно мнение и другое мнение. И вот из-за этих сомнений, двойственных каких-то взглядов, да, внутренне происходит не борьба, а вот именно какая-то тревожность. И она не дает вам спокойствия, чтобы углубиться в какую-то тему. И у вас вот это вот разочарование о том, что я не могу достичь успеха, потому что я вот чего-то не знаю так глубоко. А не получается познать это глубоко, потому что как вы только начинаете познавать, всегда у вас появляются противоположные какие-то взгляды. Вот какие? В чем противоположность? В чем противоположны двойка пендаклей и туз мечей? Противоположность здесь заключается в том, что с одной стороны вы как будто бы не уверены, надо или не надо. А с другой стороны, как будто бы здесь еще и не хватает решительности. То есть здесь, знаете, здесь на самом деле вопрос концентрации. Вот вашему успеху не хватает концентрации, чтобы, знаете, полностью сфокусироваться на том, что вы хотите, и углубляться. Вы же начинаете углубляться, и у вас получается, а вдруг там вот эти вот все, а вдруг всплывать с одной стороны, да, что, я не знаю, какая-то суета. Это может, знаете, как вот сели, допустим, что-то почитать, либо там посмотреть какой-то там вебинар, да, курс, что-то. И что-то вот вас начинает отвлекать. И так вот постоянно, бесконечно, то есть только вам нужно будет сфокусироваться. Вы, гоп, и сразу на что-то переключаетесь, во что-то отвлекает. И вот здесь, как будто, вы знаете, не хватает вот этой вот целенаправленности, да, как лучи лейзера. Вот он прям конкретно в одну точку бьет, да, для того, чтобы прожечь ее, да, для того, чтобы сделать дырку. Он не распыляется. Вот у вас начинаются эти моменты распыления. На что вы распыляетесь? Вы еще начинаете сомневаться, правильно я выбран, неправильно, а надо, где я потом это буду применять. То есть вместо того, чтобы получать какую-то информацию от того, на чем вы сейчас фокусированы, на тех знаниях, на глубоких, вы начинаете сомневаться. Какой вопрос-то я задала, забыла, какой вопрос задала, но ответ здесь вот Тужезлов. Здесь надо помнить четко, для чего, вот смотрите, вот вы, например, покупаете, приобретаете какой-то курс. Условно говоря, хочу научиться Таро. Вот вам нужно, вы понимаете, что мне это нужно, для чего? Сразу нужно понять, для себя определиться, для чего. Например, я хочу заниматься самопознанием, познать себя. И вот как только вы начинаете изучать что-то, и у вас появляются сомнения, а нужно, а вдруг у меня получится, а не получится. Вот вам в этот момент надо напоминать себе, что я занимаюсь Таро для того, чтобы познать себя. И вам не надо думать о том, что получится и не получится. Я познаю себя. Все, полностью концентрируйтесь на том, для чего вы приобретаете курс. Здесь вам надо постоянно напоминать себе, для чего вы что-либо делаете. Только так вы будете себя возвращать к цели. Откуда у вас вот этот вот страх? Восемьерка мечей. А знаете, здесь у вас просто череда, есть такой опыт, как череда неудач. И вам кажется, что я как будто бы не смогу выбраться уже из этих препятствий. И вот как-то эти мысли, да, негативные, они как-то заякорились. Вашей голове, я не исключаю, что так действительно и есть, да. Прям одна неудача, потом другая. И вот как будто бы конца края нет. И вы уже в какой-то момент, знаете, уверовали, что другого пути нету, что вот только трудности, ну вот у меня как будто бы простого, легкого пути не может быть. И поэтому вот вы только начинаете, да, что-то делать, и вы сразу опираетесь на свой прошлый опыт и говорите, ну тогда вот я тоже учила, у меня не получилось, и здесь не получится. И вы просто бросаете, это не доводите до конца. Семерка педагли краски говорит про то, что, знаете, вот вложили семь педаглей, осталось еще три, а вы как будто бы начали, ну, засомневались. А стоит, не стоит? Вот здесь очень много сомнений. Вы делаете акцент больше на, даже и не на процессы, на результат, а на то, что вот на какие-то сомнения. Вы своим менталом, да, своими мыслями, вы начинаете вот совершать какие-то помехи. Вот эти вот восьмерки вечей, помехи, которые у вас есть, это, они создаются как раз-таки ваше мышление, да, вашей вот этой вот неуверенности. А получится, а не получится, вот, а ждать надо, а как? То есть вы как будто бы, знаете, изначально себя программируете на какой-то негатив. То есть вы что бы ни сделали, да, вы сразу начинаете себе говорить, что нет, это вот, ну не получится. Ну вот у меня же не получалось там, вчера, позавчера, да, и сегодня не получится. Ну и при этом начинаете делать. Ну то есть вы уже себя настроили сразу на негатив. Я вот здесь вот еще хочу на темных колодах, хочу посмотреть. Вот этот страх, страх успеха, в чем он тут, страх успеха? Какие негативные сценарии? Ну вот страдания, вот как раз-таки то, что я и говорила. То есть такое ощущение, что вот вы находите какое-то удовлетворение в этом вот, знаете, страдании. Может быть, таким образом вы как-то выражаете свои эмоции, находит какой-то отклик. То есть у вас есть какая-то потребность, да, выражения эмоций, и в других моментах не получается. Вот вы как будто бы только через страдания умеете выражать свои эмоции, и причем в этом находите какую-то вот, какую-то потребность, какое-то удовлетворение. А что за удовлетворение у вас от этих страданий? По шпиндакли. Ну смотрите, здесь вы как будто бы с одной стороны обучаетесь, а с другой стороны вы как будто бы через эти страдания понимаете, как-то вот прощупываете свою ценность. Для чего вам даны эти страдания? Вообще для чего вам дан этот страх, о котором мы говорили? Рыцарь мечей. Вот таким образом вы можете двигаться дальше, да, к своей цели. И десятка мечей для того, чтобы поставить какую-то точку. Ощущение того, что вот именно страдания, оно является для вас неким таким мотиватором на достижение чего-то. Сейчас я нащупаю. Здесь какая-то вот такая информация очень интересная есть. Вот как в плане того, что вот вы как-то себя познаете через эти страдания, через вот горечь, слезы. Знаете, вот есть люди, которые творческие, да, когда расстаются, вот они пишут, например, прекрасные стихи, либо песни. Вот здесь что-то такое. То есть ваше страдание, оно здесь идет для вас, как вот хочется сказать, как бальзам на душу. В этом есть что-то такое позитивное по Жопиндакли. Как вы себя здесь узнаете? А, все, я поняла. Смотрите, что вы делаете. Вы закрываетесь, да, вот в эти моменты. Вы как будто бы закрываетесь, выстраиваете свои границы, да, и говорите сами себе, что вот в этих страданиях, что все, больше я так делать не буду. Почему? Потому что со мной плохо обошлись. И вот как будто бы через это, да, вы по звезде, вы начинаете слушать себя. То есть вот вы без вот этой какой-то трагедии, да, вот этих эмоций, переживаний, вы как будто бы не можете понять, где и как вы поступаете правильно, либо неправильно. То есть вам недостаточно только вот этих сомнений, да, в голове. Вам надо, чтобы это вот подкреплялось как-то эмоционально, какой-то болью, и тогда вы будете, ну, допустим, вот вас кто-то оскорбил, да, и вы начинаете первично как-то волноваться, переживать, потом сами себя накручиваете, да, а вот можно было так, начинаете прокручивать этот сценарий, доходите до какого-то пика, когда вы сами себя больно сделали своими мыслями, и потом вы себе говорите, вот, теперь я поняла, больше я так поступать не буду, больше я не буду разрешать другому человеку, там, допустим, меня оскорблять, то есть не на основе ментала сделать причинно-следственные связи, что на меня голос нельзя повышать, да, ну, то есть это неправильно, это неверно, да, а вот именно через какой-то такой путь сначала мысли вам нужно докрутить, вот как будто, знаете, вот прожить вот это вот по полной, здесь вы очень глубоко погружаетесь в эти переживания, они вас наполняют, вы как, знаете, вот как в театре, проигрываете какую-то роль, именно по полной включаетесь, в нее прям страдаете, а потом приходите к каким-то логическим выводам, ну, вот так у вас работает сценарий, и вот когда вы страдаете, в этот момент вы учитесь слушать себя, возможно, в этой моменте вы задаете себе вопросы, да, а как надо было поступить, а чему меня, возможно, это учило, то есть вот с одной стороны и больно, а с другой стороны вы как будто бы слушаете, вот слушаете как-то себя, и вот этот внутренний ваш голос, да, вот какой-то диалог, не знаю, мне как театр показывает, какой-то там драматург, да, говорит, вот здесь неправильно роль проиграна, здесь правильно, вот здесь вот переборщила с эмоциями, здесь надо было как-то, не знаю, громче как-то высказаться, и вот вы через какой-то вот этот анализ, то есть вы одновременно и проживаете, и в каких-то там паузах вы еще и анализируете, и в конечном итоге вы как будто бы пьеса проиграна, да, вы стоите на сцене, овации, все такое, за кулисье, и потом входите там, ну, в свою комнату, где вы в гримерную, да, там переодевались, все такое, начинаете анализировать, ага, здесь я вот так сделала, вот здесь вот так, а надо было вот так, вот, и вот через это вы как будто бы себя, себя понимаете, как-то вот свою ценность, изучаете как-то этот мир, причем вот в этих страданиях, да, вы как-то вот еще обращаете внимание на какие-то нюансы, на какие-то детали, и запоминаете, здесь вот у вас просто урок, обучение ваше идет таким образом, что вам с этим делать? Королева мечей у нас здесь говорит о переменах, да, что-то вам нужно здесь поменять, на что поменять, на счастье и на успех, вот вам и весь ответ, здесь, здесь, знаете, вот что у меня идет, вот как карты показывают, да, что нужно быть просто счастливым, да, и сфокусироваться на успехе, но это слишком банально, здесь не совсем про это, здесь информация мне идет о том, что вот вам не надо отказываться, да, от этого страдания, а надо его как-то вот применить как-то вот в позитивном ключе, то есть так же глубоко, как вы страдаете, здесь у вас не получится это отрезать, потому что вот в этом вы находите какой-то вот смысл, да, понимаете, даже не смысл жизни, а вот какую-то глубину вы в этом находите, вот в этом страдании, в этих переживаниях, вам нужно научиться так же проживать и свое счастье, либо как-то, здесь вот какая-то связь есть, да, я не могу ее четко уловить, но вот есть какая-то связь между страданием и счастьем, надо как-то, знаете, не знаю, страдать до счастья, что ли, либо как-то вот, вот быть счастливым от страданий, что ли, я не знаю, здесь как-то какой-то такая, какая-то связь есть, что здесь за связь, это то, что приведет вас к успеху, вот какая-то связка здесь есть, как будто бы, знаете, вот когда вы начинаете страдать, да, вы, у вас же все равно есть вот это вот сомнение, да, и у вас должна быть вторая модель именно в страдании, что готовность быть готовным к тому, что ситуация обернется не вот этим, не с разочарованием и слезами, а именно к счастью, то есть, знаете, вот как будто бы каждое страдание, оно завершается не разочарованиями, а именно каким-то позитивным моментом, то есть быть все время готовным, что я буду не страдать, а именно вот эта ситуация, она приведет меня к успеху, и я буду счастлив от этого, то есть здесь нужно постоянно находиться в состоянии готовности, то есть не говорить себе, что и все, я больше не буду страдать, потому что вы как будто бы вот этим отрицанием, вы сфокусируете себя еще больше на страдании, когда мы говорим, я больше так не буду страдать, это неправильная формулировка, правильнее, вернее, будет сказать, наоборот, на то, что я хочу, то есть я готов к успеху, я готов к счастью, вот и здесь вы можете себе, то есть вошли, если вы словили себя на мысли именно страдания, вы говорите, что окей, я сейчас страдаю, но я готов к счастью, то есть вы как будто бы, знаете, переключаете, как альтернатива, и фокус держать на готовности, то есть я открыт, я открыт к чему-то хорошему, здесь у вас, знаете, вот еще такое ощущение может быть, что успех, он как-то у вас связан с несчастьем, вы как будто бы ощущаете, ощущаете, что как следствие, что когда я, допустим, успешный человек, это всегда будет приводить к каким-то страданиям, к какому-то негативу, к чему вам здесь приводит вот этот успех, вот я говорю, да, здесь вы была карта маленький мальчик и срыв, что вы, вот вы, какая-то здесь программа есть, что мне проще отказаться от успеха, и тогда я буду в нормальном состоянии находиться, нежели достичь этого успеха, и потом я вот как раз-таки сорвусь в эти страдания, то есть у вас какое-то знак равенства, успех равно страдания, что вот от этого ничего хорошего нету, может быть, это вот как какой-то родительский сценарий, да, о том, что вот как-то, здесь какой-то пример у вас нехороший, когда человек чего-то добился, а потом с ним что-то плохое стало, ну, например, элементарный пример, когда человек там, например, говорил, я хочу построить дом, вот, а потом можно и умереть, и вот он как раз-таки построил его и сразу умер, то есть вроде бы успех, но он как-то сопровождается с таким негативным аспектом, и вот у вас есть, что это вот радость, а потом слезы, слезы, у вас и в жизни такое, вы можете отследить, то есть когда вы радуете, потом очень много плачете, и поэтому вы себе запрещаете как будто бы радоваться, потому что потом будете плакать. Еще раз спрошу, что вам нужно сделать. Здесь как будто вам не нужно как-то искушаться. Искушаться тем, что вот все будет так, как было раньше. Вот у вас акцент программы стоит на то, что все будет так, как было раньше. Я имею в виду в негативном ключе, вот когда что-то негативное произошло, и вот вы как будто бы просто это воспроизводите, вы в это уже поверили, вот для вас как раз-таки это вообще не подлежит никаким сомнениям. Ну вот как предубеждение, например, там, я не знаю, черная кошка проходит дорогу, да, все, значит, ничего не получится. Вот здесь что-то такое, то есть вы даже не оспариваете этот момент, что вот кошка просто родилась черной, что теперь ей делать? Нигде не ходить, что ли, по улицам? Вот здесь какой-то такой момент, вы настолько убележдены в чем-то, в своем, в каком-то негативном вот этом вот аспекте, что здесь избавиться, поэтому я и говорю, избавиться от этого сценария у вас не получится, у вас получится просто его немножко видоизменить через вот это вот ощущение, готовность, что а давай просто поиграем в игру, что вот в этот раз все получится, эта игра не получится, ну, у нас и так сработает этот сценарий, ну, а вдруг, а вдруг получится что-то хорошее, а вдруг я смогу добиться успеха, и делать акцент на это, не то, что вот при первой какой-то неудаче сразу, ну, я и так знал, что все плохо будет, и начинаете там страдать, как-то переживать, нет, вот как-то больше акцент на счастье, вот у меня здесь ощущение, знаете, аркана шута, вот как-то, ну, на легкость, быть готовным легко, то есть зачем вам познавать мир через какие-то, я не знаю, горечи, страдания, придумайте себе новую модель, как-то вот через, через легкость, через счастье, то есть вы никогда такое не делали, у вас нету такой модели, вот придумайте, я не знаю, каким образом вы это себе придумаете, какую-то игру, вы здесь очень боитесь сорваться, сорваться снова в негатив, поэтому вам проще отказаться, для того, чтобы вот снова не, вы понимаете свой вот этот вот негативный аспект, вот их страдания, переживания, разочарования, слез, вы это все осознаете, но вот как будто вы избавиться от этого, у вас не получается, поэтому вы говорите, лучше я откажусь от успеха, чтобы заново не, не страдать, не переживать, а здесь вам нужно понять, с чего вы решили, что вот именно успех, это страдание, то есть после успеха всегда придет какое-то страдание, придет какое-то несчастье, у вас здесь вот эта вот модель, и вы на нее все время искушаете, вам надо это пересмотреть, ну то есть найти тот момент, когда в детстве вы так решили, и как-то вот здесь пересмотр надо сделать, здесь нет какой-то там, я не знаю, технику или еще что-то, пересмотреть, здесь отсознанный подход у вас должен быть, здесь нет каких-то вот подсказок, сделай так, и у тебя получится, нет, здесь вам надо в своей голове разобраться и понять, с чего вы так решили, решите по-другому, то есть обучение может быть и не только через страдания, обучение может быть через счастье, но у вас счастье, оно приравнивается к здесь счастье-успех, и это равно страдания, здесь вот эти моменты вам надо пересмотреть, я не могу вам ничего больше сказать здесь, так, и мы с вами переходим к позиции номер 3, делененький камешек, чего именно вы боитесь в успехе, давайте на негативной колоде посмотрю, страх, страх успеха, а конкретно чего, то есть что есть в этом успехе, что вас пугает, здесь аркан бедности, карта бедности говорит, именно такое ощущение, что знаете, у вас есть четкое разделение на то, что богатые люди, они бездуховные, и духовные люди, они всегда бедные, и вы выбираете лучше духовность, работа как-то со своей душой, но при этом на это много не заработаешь, либо я выбираю стать там богатым, но при этом я буду там бездуховно, каким-то черствым, каким-то неинтеллигентным, что ли, невоспитанным, некультурным, ну вот пустым человеком, здесь сценарий бедности стоит, вы вот этого боитесь, а еще знаете, чего вы боитесь в успехе, что когда вы добьетесь его, то как будто бы там есть категория людей, которые к вам будут приходить и жаловаться на что-то, и вот это вот вас будет раздражать, и это будет вас бесить, потому что здесь выпадает бунт и жалобы, то есть вы как будто бы как-то не лояльны по отношению к людям, которые жалуются, почему, потому что у вас такой характер, когда вы всего достигаете самостоятельно, и вам кажется, ну как так, что ты ко мне приходишь и жалуешься, возьми и сделай, одно простое решение, здесь не надо как-то там что-то думать, надо просто взять и сделать, я же это сделаю, и у тебя это получится, то есть что ты мне здесь жалуешься, я не буду за тебя ничего делать, разреши сам свой вопрос, то есть это вот вас как будто бы, знаете, начинает бесить, вас выводят из себя, когда люди, я не знаю, как-то еще, знаете, когда сплетничают, вас это дико раздражает, когда показывают какую-то свою слабость, что они не способны, что у них как-то не получается, вот я просто, знаете, такое чувствую, что ух, готова удушить, то есть такая вот злость, и здесь еще может быть, вот эта модель, дуальности, что вот слабость, она как-то вот равно жалобам, допустим, вы даже когда болеете, вы никогда не жалуетесь, вот вы боль очень-очень такие стрессоустойчивые и боли устойчивые, вы боль прям терпите до невозможности, вот вы вносливые в этом плане у человека, и поэтому, когда кто-то вам что-то говорит о каких-то вот именно вот этих своих слабостей, что вот у меня что-то не получилось, либо там надо было в очереди стоять ждать, а я устал там под солнцем, и вот я поэтому ничего не сделала, вот вас вот это вот бесит, вас вот это раздражает, и это каким-то образом связано с вашим успехом, о том успехе, в котором вы подозреваете, вот вы здесь вот загадали, и вот здесь вот как будто бы, знаете, вот здесь что-то связано с этими богатыми людьми, они как будто бы, то ли они слабые, то ли они наоборот сильно, чересчур такие вот жесткие, ну неэмпатичные, что ли, и в том и другом случае здесь проигрывается вот этот вот сценарий бедность, бедность физическая, но и в том числе бедность духовная, вот как раз когда человек жалуется, да, неважно на что, вот для вас сразу он входит такой, знаете, в ту категорию духовно бедных людей, то есть духовный человек это сильный духом, который может справляться, который самостоятельный, а если ты не такой, значит ты и бездуховный, вот что-то здесь примерно такая аналогия, что в чем здесь еще страх этого успеха, здесь попадает четверка жезлов и пажа мечей, ну вы боитесь какой-то, знаете, вот стабильно чего-то достигли, и все, и на этом остановиться, вот вы очень боитесь конечной какой-то точки, почему, потому что, знаете, вот вы когда чего-то достигаете, на самом деле, вам не сам успех нужен, вам нужен именно процесс достижения, вот вы когда достигаете чего-то, вы от этого получаете огромное удовольствие, именно потому что вы находитесь в самом движении, потому что таким образом, вы как-то себя духовно обогащаете внутри себя, вы преодолеваете что-то, что-то узнаете, и становитесь сильнее, вот вам от этого кайфово, а когда вы находитесь уже на вершине, да, Олимпа, вот в этом успехе, вы как будто бы, ну, себя потом не уважаете, потому что вам дальше стремиться некуда, и развиваться, и вот здесь вот это вот ощущение, некой такой стабильности, да, вот в этой четверке, что стабильно, хорошо, когда я просто наслаждаюсь успехом, вы не понимаете зачем, то есть у вас нету этого, у вас есть достигаторство, да, у вас есть понимание и сценарий, как достичь, но это как охотник и жертва, вот когда одно животное убегает, другое его догоняет, стоит тот, кто убегает, остановиться, и преследователь его тоже, да, останавливается, почему, потому что он не знает, у него нет инстинкта такого, что с этим делать, то есть пока ты убегаешь, я тебя догоняюсь, здесь понятно. А когда ты остановился, типа ты от меня не убегаешь, а еще хуже, если ты в мою сторону побежишь, тогда сам преследователь в шоке, и он возможно и начинает убегать, то есть вот здесь вот какое-то дезориентирование происходит, и вот у вас примерно то же самое, вам не нужен успех, вам нужен сам процесс достигательства, потому что вы в этом как-то становитесь более богаче для себя, вы как-то находите какое-то удовольствие в этом процессе. вам движение нужно, в этом движении вы как-то себя познаете, находите ответы на свои вопросы. Откуда у вас этот страх? Знаете, здесь мне хочется сказать, как будто бы долгое время вот что-то вы терпели. Какое-то искажение здесь идет. Здесь возможно, знаете, какое-то такое убеждение, что страх быстро, страх, говорю, успеха быстрым не бывает. Может быть даже и страх. То есть здесь, чтобы получить удовольствие, надо как-то медленно, медленно, чтобы достичь успеха, надо медленно, медленно, как-то вот вы медленно идете к этому. Хотя по своей натуре вы очень быстрый. Может быть вам говорили, не торопись, не беги. Как-то вас останавливали. Но здесь есть такая программа, что быстро ничего не бывает. Что если ты хочешь что-то сделать, либо хорошо сделать, это должно быть медленно, это должно быть поступательно, быстро не получится, быстро вот это вот все. А у вас по натуре, знаете, на самом деле вы очень быстро можете прийти к успеху, очень быстро. Вы можете получить все, что вы хотите очень быстро. Но вот вам как будто бы здесь вопрос времени и скорости. То есть вы можете достичь любого, любой своей цели, любого своего желания достаточно быстро, и вам становится потом скучно. И поэтому вы как будто бы придумали себе такую игру, что вот надо медленно, медленно двигаться, выступательно, да, как-то там что-то преодолевать, терпеть. Тогда в этом будет какая-то ценность. Тогда я почувствую внутри себя вот некое какое-то удовлетворение. Потому что когда быстро, это вот вам как будто бы не приносит какого-то удовлетворения морального насыщения. Поэтому надо медленно, медленно. И вот здесь вот с людьми, то, что я говорила, да, вот эти вот жалобы и бунт. Как раз таки так, что вот вы видите какую-то ситуацию, особенно если вы взаимодействуете с людьми, вы ее можете решить в два счета. И вот вас поэтому раздражает в людях, которые очень медлительные, люди, которые, ну, вот долгое время не могут решить какую-то задачу. Вас это дико бесит. И вы видите в этом как раз таки какую-то несостоятельность людей в плане того, что что-то медлишь. Здесь можно было решить быстрее. Здесь это можно было как-то вот раз, два, три. Я же на твоем месте бы это все сделал. А ты вот как будто бы не можешь, да. Здесь вот этот вот вопрос скорости. Ощущение того, что что-то из вашего детства напоминает. Причем, знаете, вы себя сейчас ведете так, как вели ваши родители. Вот вам говорили, типа не торопись, вот вы то же самое сейчас как будто бы говорите либо себе, либо другим людям. А хотя по натуре своей вы очень такой скоростной человек и быстро можете всего достигнуть. и поэтому вот здесь вот эти вот моменты временные. Для чего вам дан вот этот вот страх успеха? Колесо фортуны, чтобы вы научились. Знаете, здесь вам нужно осознание, что вы в любой момент можете поменять то, что вы хотите в том направлении, в котором вы хотите. Вы должны прям почувствовать эту уверенность в себе. Вот вас вот это вот бесит, да, в людях? А ведь это есть внутри вас. Здесь выпадает семерка кубков и тройка мечей. Вот эти вот страдания, скорбь. Вы чувствительный человек, вы эмпатичный, вы умеете сопереживать. И поэтому, когда вы видите, что другой человек, такой вот, знаете, любитель пожаловаться, поныть, все такое, вы же на самом деле ему сопереживаете где-то глубоко в своей душе. Вы понимаете, что ему действительно трудно. Но и одновременно, вот через него вы как будто бы видите свою собственную проекцию. И вы начинаете злиться не на него, вы злитесь на себя, на свою какую-то беспомощность. Почему? Потому что вы богатый человек духом, богатый человек на опыт и знания. И вы раздражаетесь на себя, потому что я-то знаю, как решить. Но у меня это не получается все равно по каким-то другим причинам. И вот таким образом вы через других людей, вы как будто бы злитесь на себя и говорите себе, соберись. Там, как-то я не знаю, вот как, 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 хочется это раздолбай, не знаю, почему это слово. Но если такое, соберись, что ты это самое, слюни здесь разводишь. Ну-ка давай. Вот вы к себе очень жестко как раз и относитесь, поэтому относитесь жестко к другим людям. То есть вам кажется, что, понимаете, у вас очень много знаний, и вы себе не даете послабления, то есть как-то держите себя в ежовых рукавичках. Я же столько знаю, значит, я не имею права как-то расслабиться, я не имею права ныть, я не имею права, там, не знаю, допускать какие-то ошибки. Ну, потому что человек моего уровня не может это делать. И вот здесь вот от этой вашей несостыковки вы потом приходите к тому, что сами себе говорите, значит, я никто и зовут меня никак. Почему? Потому что вот у меня-то не получилось, и нафига мне эти знания, если от них никакого толка, то здесь какой-то, вот знаете, какая-то агрессия идет на самого себя. И вот вам как раз-таки эта ситуация, да, и вот с этими страхами успеха, да, она для того, чтобы вы осознали наконец-таки, что вы можете не выбирать вот эту вот боль, эти переживания, это скорбь, что вы можете завернуть колесо фортуны именно не в борьбу, знаете, на опережение, либо в борьбу на достижение, а именно получать удовольствие от того, что вы будете идти к этому успеху. А здесь вот какое-то, знаете, соревнование, надо все время соревноваться с лучшими, надо быть лучшим, надо бежать впереди всех, надо достичь чего-то такого недосягаемого. Здесь вот, понимаете, вы как будто бы в других людях, вот когда вы смотрите, да, там, бежите, например, 100 метровку, и вы первый, но вы смотрите, оглядываетесь там на второго, на третьего, и говорите, а, ты слабак, но на самом деле, вы как будто бы, знаете, глумитесь над самим собой, когда вы говорите другому человеку, что типа ты второй, то есть вы как-то вот, с одной стороны, вы как будто бы издеваетесь, извиняюсь за выражение, да, над этим, но на самом деле, вот это вот ваше издевательство над вторым, над третьим человеком, это вы сами, вы как будто бы, как-то наказываете себя, и вот наказывая себя за то, что вот вы второй, третий, вы говорите, нет, тогда я стану сильнее, и вы, оп, ваша проекция переходит на вас, и вы как будто бы таким образом мотивируете себя идти дальше, вы становитесь первым, но вы это делаете не потому, что вы получаете удовольствие от самого успеха, к чему вы идете, а вы идете к успеху, потому что есть некая, какая-то вот конкуренция, но не с другими людьми, с самим собой, только вот эта конкуренция, она как зеркало отражения через других людей, вы не видите других людей на самом деле, вы видите в этих людях себя, и вы сами с собой стражаетесь, и причем очень больно наказываете самих себя. Ах, дорогие, как вы любите здесь все так запутать-то, что вам с этим делать-то? Я уже даже не понимаю, вам нужен этот успех-то, или не нужен. Ощущение того, что вам, понимаете, вам даже делать ничего не нужно, вам нужно просто захотеть, и это гоп и материализовалось, то есть настолько у вас все сильно, и это может реализовываться. Но это вот как будто бы вторично, первично, вот все эти сценарии вам проигрывать по жизни. А успех-то вам нужен? Ну, конечно, аэрофан, только нужен не для того, чтобы опять-таки наслаждаться, понимаете, не для себя, а вот как-то для вот этого духовность, да, бедность, о которой я говорила, вы как будто бы в этом находите какое-то вот духовное какое-то богатство. Успех вам нужен как метод, либо способ своего собственного развития в духовном плане. Успех вам нужен, как, сейчас я не знаю, как я смогу сформулировать ее или нет, но здесь такое вот, все у вас вот так вот закручено. Модель как семерка мечей, девятка мечей и смерть. Как как способ, да, обхитрить свои какие-то собственные страхи и преодолеть их. Я сама запуталась, пока я говорила. Сейчас я попробую собрать, потому что у меня в голове каша, и я ничего не понимаю. Я надеюсь, вы понимаете. Успех вам нужен для того, чтобы оставить какие-то свои страхи, преодолеть их, да, но вы их как-то преодолеваете как-то вот по хитрости, что вы как-то сами себя обманываете в этих страхах. Это получается, знаете, сам себя напугал и сам испугался. То есть вы одновременно и тот, кто пугает, и тот, кто испугался. И вот вы как будто бы это хотите оставить позади, в прошлом. И если у вас это получится, вот тогда вы становитесь иерофантом. В таком случае вам успех нужен. То есть успех нужен только в том случае, если вы сможете преодолеть какие-то свои страхи. Но вы же не просто чего-то боитесь, вы же еще и придумаете какие-то такие вот каверзные, ребусные страхи, что фиг их преодолеешь. Что у вас здесь за страхи? Ну быть вот королевой жезлы, быть таким, знаете, самостоятельным, независимым человеком. А чего вы именно в этом боитесь? Своей собственной силы, аркан силы, представляете? Вы боитесь своей... Я же говорю, у вас есть способности, вы на раз, два, три можете достигать любой успех. То есть даже вопрос, ответ на вопрос, что делать, да, с этим всем, то есть как достичь успеха, вам он не нужен, потому что вы можете это, вы боитесь своей собственной силы, ощущение того, что вы сами себя нифига не знаете, не понимаете. У вас такой огромный потенциал, не в плане чего-то достижения, а именно своих каких-то способностей, свои внутренние силы, вы как будто бы боитесь, знаете, своего, своим светом жечь все, что вас окружает. То есть вот такая мощная энергия, и поэтому вы поиграете в какие-то непонятные, даже для вас самих игры, лишь бы не достичь этого успеха. Что тут за страх? Что за силу свою вы боитесь? Аркан мира. Вы как будто бы, знаете, боитесь вот слияния себя своим высшим я. То есть у вас здесь такая вот огромная мощь, вы как будто бы боитесь слиться с миром, боитесь соединиться, потому что, ну я не знаю, вы по ощущениям как будто бы себя воспринимаете как какая-то батарейка, а у вас потенциал как, я не знаю, гидроэлектростанция. Чувствуете разницу? Здесь электростанция, а здесь простая батарейка. И вот вы как будто бы боитесь вот стать этой гидроэлектростанцией, вы как будто бы боитесь стать, то есть с одной стороны, понимаете, вы стремитесь к этому развитию, вы стремитесь к этим познаниям, вы стремитесь к этой духовности, а с другой стороны, вы уже эта духовность. И поскольку вы не понимаете свою вот эту вот духовность, я говорю такими словами, чтобы просто понятно было, да? То есть вы боитесь вот этот вот свой потенциал, свои возможности, свою вот эту вот силу, поэтому я это назвала слово духовности шла как-то понятнее было и вы придумали себе игру что вы батарейка и вам надо дорасти вам никуда не надо расти вы уже тот кто вы есть то конечная ну в конечном счете до конечной инстанции вам нужно просто научиться разобраться понять как работает это конечная инстанция и использовать ее а вы боитесь это знаете как маленький ребенок смотрит на какого-то великана и говорит я хочу быть таким великаном великан горит а ну-ка посмотри на себя в зеркало вы подходите к зеркалу и смотрит там другого великана то есть тебе не надо стать или ты уже есть великан тебе надо просто научиться понять как вот как великан как этими руками ногами двигать сюда что что с этим делать вот здесь вот про это но надо просто двигаться дальше к своей цели какая у вас цель есть просто идти к ней и все проживать ее получать удовольствие интерес с интересом с любопытством на вам надо захотеть вам нужно гореть этим желанием и тогда вы придете к десятке кубков тогда вы придете к тому успеху который вы хотите через короля педакли это будет стабильный успех вам нужно не надо вам ничему научаться не надо вам не как-то там развиваться ничего делать вам нужно просто захотеть стать успешным человеком там либо захотеть там получать какую-то сумму и совершать шаги по направлению к этому достижению и все не надо ничего лишнего придумать что у меня там есть проблемы сценарии там еще что-то не взять это колесо фортуны успокоиться в первую очередь и просто наблюдать как поворачивается каким ракурсом поворачивается к вам фортуна не повернулась лицом обойдите ее и повернитесь вы к ней лицо здесь вы очень много усложняете утрудняете потому что вам кажется что вот через эти все истории сложности вы как будто бы так развиваетесь а если вам сказать что вы уже развиты вам не надо развиваться вам надо просто это проживать и понять ну понимаете вы хотите выйти на другой уровень вы уже на этом уровне на этом уровне не надо учиться тому чему вы уже научились надо надо просто применять это понимаете то есть вы допустим себя говорите я хочу стать кондиционером кондиционер боже как он называется кондитером вот и я пойду учиться в школу вы приходите туда вам говорят можешь сделать это торт вы да запросто сделали только учитель смотрит игр так ты уже умеешь с чего ты пришел учиться вы да я и не знал так вам и не надо уже учиться вам надо просто делать эти торты и продавать их они там что-то развиваться и все такое в процессе когда вы создаете какой-нибудь там мазок добавите там что-то там добавите какой-то фрукт я не знаю крем какой-нибудь и все получил что-то но тоже вам не надо учиться надеюсь я донесла до вас информацию потому что сейчас я войду в эту позицию вот этого бунтаря до который как раз к вам и отразит то что вот эту вот жалобу до человека что вот я там чего-то хочу учиться какой-то вот без духовности у меня денег нет у вас есть но вы как будто бы знаете обращаете внимание свой взор на то чего у вас нет а вам надо обратить внимание на то что у вас уже есть то чем вы уже владеете если вы на это будете обращать внимание и это будете применять и использовать вы уже в успехе хочется сказать не успех уже в успехе а если вы взор обращаете на что нету то конечно же этого и не будет но такая была позиция вас не ругаю я просто не ваших энергиях таких да нахожусь я благодарю вас за внимание хочу пожелать всем вам отличные прекраснейшие недели всего самого наилучшего всем пока пока